здравствуйте здравствуйте сегодня я буду подготавливать бумагу под рисование маслом вот такую бумагу я взяла я вам ее показываю очень часто мне хочется чтобы вы знали с какими материалами я работаю здесь главное знать вот вот эту плотность бумаги 200 грамм на метр квадратный 20 листов этой бумаги у меня куплено и сейчас я ее буду прокрашивать обычной интерьерной краской вот такая была в магазине супер белая для сухих помещений написано краска интерьерная водно-дисперсионная акриловая высокая кроющая способность легкая влажная уборка то есть я ее могу потом протирать подходит для жилых и нежилых помещений мата высококачественная супер белая матовая водно-дисперсионная на основе акриловой дисперсии для окрашивания стен потолков внутри жилых и общественных помещений краску можно наносить на большие минераль на большинство минеральных оснований включая бетон газобетон кирпич гипсокартон а штукатуренные а также ранее окрашенные но не глянцевые и другие пористые поверхности то что нам нужно так а сколько же тут дается срок уходности помещение попаять ничего не скажет так время высыхания между слоями 1 час но я покрываю в один слой мне этого хватает предостаточно можно рисовать на бумаге без всяких таких грунтовок из краски вот она уже видите немножко начала подсыхать вот конечно не очень хорошо наверно я не плотно ее прикрыла плохо потому что она будет иметь комочки а это нежелательно для покрытия придется тут выбирать их пакет на конечно новенькая было вообще идеальная сейчас и таков по убираю она имеет запах такой слабо выраженной почти не раздражающий но и и естественно надо если она куда-то попала то сразу смывать потом будет ее тяжелее удалять что-то купить и 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 она быстро высыхает и если не убрать вот эти полосы которые от кисти остаются то такие полосы так и останутся то есть она при высыхании она не растягивается краска это знаете как вот бывает лаки когда ему скрываешь они потом растягивается нет это так не делает здесь нужно поверхность сразу создавать поэтому я прокрашиваю и потом мастихином это выравниваю тоже такой мой мозаичный вариант делаю буду показывать она получается знаете как бы текстурная такая грунт текстурный будет если где-то так попалось что вы не закрасили это ничего страшного на картину это не повлияет хочу сначала попробовать новым мастихином да им хорошо можно им тоже работать я люблю вот этот мастихин он у меня как растушевочный я его применяю как раз вот все эти цели такие рисовать он для меня велик это если конечно я большое что-то рисовала такую картину огромную где нужно было бы такие мазки класть большие а поскольку я рисую все небольшого размера то я и для цели этих и применяю маленький у меня есть мастихин а это применяю когда мне нужно растушевать эту поверхность красочка вот уже хорошо тут начала схватываться поэтому получаются такие знаете нарочитые ритвины такие как будто я мозаику какую-то складываю из белой краски я оставляю это она создает такую фактуру в рисовании конечно она потом там ту воду какой-то полоса такая неожиданная попадается ну вот мне мне как раз вот это и нравится видите как я вскрыла так грубо растушевала и оставила вот эти полосы они останутся такая фактура очень мне нравится я делала им кисточкой потом раз растягивала ну вот такой вариант мне как-то вот больше понравился если захотите второй слой можно делать если уже добиваться здесь чего-то гладкого шкуркой вы будете сбивать все вот эти неровности и потом еще раз прокрывать добиваться идеальности такой но это если вам это очень нужно для каких-то целей ну бывает знаете живопись разная мне нравится вот такой вариант все теперь я это буду высушивать и уже буду использовать значит последние картины я рисую только этим грунтом больше ничем можно клеем можно лаком любым акриловым но мне нужен именно тот эффект когда масло вытягивается с краски поэтому ничего здесь я не добавляю мне нужно вот эта поверхность которая нанесена здесь акрилом она как раз и будет вытягивать краску в общем масло с краски тянуть ну все на этом я с вами прощаюсь до свидания до скорых встреч а